Приветствую каждого зрителя канала Политбюро. Я Дина Бернацкая. Спасибо большое, друзья, что смотрите. Продолжайте это делать в том же духе. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. Для нас это очень и очень важно. Тарас Загородний, политехнолог. Мой гость сегодня. Тарас, здравствуйте. Да, здравствуйте. Тарас, предлагаю начать наш разговор, наше обсуждение с того, что обсуждается не только в кулуарах, но и в публичной плоскости. Это закон о мобилизации. Владимир Александрович, президент Украины, частично немножко высказал свое мнение. Вчера провел закрытый брифинг главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Каковы ваши эмоции, как вы для себя понимаете, законопроект точнее, о мобилизации? Каковы эмоции он у вас вызывает? Ну, смотрите, мы к вопросу мобилизации должны подходить шире. К мобилизации вообще всего общества. И тут речь идет не только о непосредственно армии. Почему? Потому что война на истощение, которое начала уже Россия, это уже вопрос математики, войны ресурсов. То есть мы должны исходить из данных, из фактов, которые есть. У россиян больше людей, у них демографического ресурса больше, у них больше возможностей по организации военного производства, они это делают, и у них больше денег. Они только за три года хотят потратить 300 миллиардов долларов. И, соответственно, мы из этого должны исходить. Где мы можем нарастить непосредственно ресурсы, которые даст возможность нам уничтожать противника более эффективно? И где его слабые точки, которые есть? И, соответственно, смотреть на вопрос организации и мобилизации экономики в том числе. Как должен быть построен тыл, как должна быть построена армия и так далее, и так далее. Мы должны исходить из простой математики. Почему я говорю математику? Потому что войны выигрываются в первую очередь в производстве вооружения. А в нашем случае это критически для нас важный момент, поскольку у нас людей просто меньше. Давайте обратимся просто к статистике. Даже если у нас потери сейчас составляют 1 к 10, как говорят военные, это часто цифры можно видеть, даже 1 к 13, к 15, то 1 наш воин либо ранен, либо, к сожалению, убит и так далее. А дальше смотрим мы, например, вот что там запланировано. Хотя Залужный сказал, что 500 тысяч людей сейчас... Ну, он вообще как бы сказал, что это цифры он вообще цифру не сказал, потому что сказал, что это военная тайна. И это не надо сразу, а нужно там постепенно. Но опять же, смотрите, давайте предположим, 500 тысяч людей с нашей стороны, а россияне 1 миллион могут привлечь. А могут и 2 миллиона. Дальше начинаем смотреть. Если они готовы, например, положить в Украине 1 миллион людей, ну, смотрите по статистике, сколько, к сожалению, может погибнуть наших воинов. Поэтому мы должны понимать, где мы можем нарастить тот ресурс, который даст возможность нам противостоять России. А нарастить мы только в производстве собственного вооружения. То есть механизацией армии, ее технологизацией и так далее. Ну, например, тем же производством дронов, которые позволяют более эффективно уничтожать противника и выходить на цифры, например, 0 к 10, 0 к 20. Ставить задачи, чтобы противник просто не достигал линии фронта. Соответственно, сколько там нужно нам производство дронов, например. Зеленский заявил, что будет 1 миллион. Ну, нам, наверное, нужно еще и больше этих дронов. Вот есть депутат, бывший депутат Игорь Луценко, который воюет сейчас на фронте, говорит, ну, нам 3 миллиона дронов нужно. Соответственно, идет планирование экономики под это. Потому что мы должны понимать, что Запад не даст нам такого количества производства дронов, потому что им это, в принципе, не нужно. Они готовы... Почему мы только к этому сейчас пришли? На втором году, скоро уже третий начнется, полномасштабной войны против Украины. Или наша власть рассчитывала, что наши западные партнеры будут все время снабжать нас вооружением? Нет, смотрите. Нет, то, что пришли, я, например, с первых дней войны говорил, не хочу себя цитировать, но можно посмотреть про военную экономику. А у нас какое-то было такое благодушное настроение в обществе, особенно с этих либералов, которые у нас тут рассказывали, что это Советский Союз, так нельзя и так далее, экономика должна быть работой. Я всегда задавал вопрос, какая экономика будет работать? Русские придут, не будет никакой экономики. Как бы не надо так это делать, это плановая экономика. Конечно, плановая экономика. Как могли победить страны антигитлеровской коалиции, например, во Второй мировой войне? У них тоже была плановая экономика, фактически. Она не так была построена, как, например, в Советском Союзе. Но принцип организации, в принципе, такой же. Мобилизация всего ресурса, который только возможен для производства вооружения, и все остальные отрасли не являются приоритетными. Сокращение потребления, в том числе США, например, была вообще карточная система перераспределения продуктов, кто не знает. Американцам запрещалось покупать новые автомобили. Там могли покупать только те, которые службы, полиция, пожарные и так далее. В Великобритании еще были более жесткие введены меры экономии и так далее, потому что они вообще находились очень близко к Германии. И они никак смогли победить, потому что произвели на гору оружие, которое производила немецкая и японская экономика. Страны антигитлерской коалиции произвели 10 гор оружия, которое просто победило, передавило Германию. Соответственно, мы из этого тоже должны исходить. Мы должны понимать, что страны Запада могут закрыть некоторые вопросы, которые мы не сможем закрыть. Вот тут, опять же, расчет, планирование и так далее должно быть. Понятно, что, например, систему Патриот мы не сделаем. Это сейчас невозможно, но, по крайней мере, в горизонте 5-10 лет. Но можем ли мы сделать ЗРК малой и средней дальности? Вполне возможно. Это нужно делать. Ну, имеется в виду зенитная система. Запад, например, готов нам предоставить, например, самолеты F-16, например, аналог. Тоже мы не должны этого делать, потому что, в принципе, это тоже трудоемко, но Запад готов это предоставить. Потому что у нас было такое отношение, что война – это быстро. Нет, она надолго. Россия не умеет играть в долгую. У них есть воля к победе. И они готовы тоже. Они тоже считают ресурсы. Они посмотрели, что россияне, в принципе, терпят, когда гибнет 200-300 тысяч людей, там, сколько в год, да? Ну, значит, смотрят дальше. Значит, они, опять же, берут калькулятор, считают, там, сколько мы там, если мы положим там 200 тысяч, то постепенно, там, в течение, например, 5 лет, мы, например, сможем выйти на, например, на весь левый берег Украины, да? Ну, вот как бы. То есть у них как бы математика идет. Конечно же, у них уже существуют проблемы, связанные, например, с тем же Черноморским флотом. Мы видим, что когда Украина взялась сама, не ожидая Запад, не ожидая никого, взялась за производство, например, дронов, вот этих надводных, этот морский «Малюк», СБУ вчера предоставила, еще представила новый дрон «Мамай», да? На подходе подводный дрон с поэтическим названием «Моричка». И смотрите, вот решаем вопрос, да, решаем вопрос, уже связанный с Черноморским флотом. И смотрите, опять же, открываем статистику, а сколько теперь, есть ли у ракетных кораблей Российской Федерации возможность бомбить, например, Украину крылатыми ракетами, а мы смотрим, что они практически исчезли со статистики, потому что Украина сама сделала и так далее. Дальше. Тут полностью должно быть и планирование трудовых ресурсов, кто должен работать, да, как организовывается производство, где берутся деньги, в первую очередь, на производство вооружения. А я считаю, что деньги могут быть тут и сейчас, и этим должен заниматься, например, Национальный банк Украины. Как вот сейчас расширить финансирование обороны? Очень просто. Министерство финансов Украины имитирует военные облигации, например, на сумму 400 миллиардов гривен, и Национальный банк их выкупает, получает, имитирует. Это все идет, это конкретно кредитная эмиссия идет, называется, да, на производство дронов по конкретным направлениям. Не кредитовать сейчас, как у нас любят банки, аграриев, розничную торговлю и так далее. Нет, конкретно на производство. Тогда мы получим и синергетический эффект. Более того, даже инфляция не сильно подскочит, потому что у нас огромный уровень безработицы в нашей стране. Дальше. Система должна быть работать в профтехучилищ, которая должна переобучать новые кадры, да. Технические вузы должны быть загружены, соответственно, заказом. Те вузы, которые не в приоритете, должны быть сокращены заказ на них. Но, смотрите, там разные гуманитарные специальности, которые не имеют отношения к войне, там. Экономисты, юристы и все, что с этим связано. Все, это сейчас не нужно. То есть принцип организации тыла должен быть таким вот. Вот тогда мы выйдем на соответствующие параметры. Запад, смотрите, мы уже видим, какие у них там есть вопросы. Вот, например, мы требуем от них, дайте нам 150-мм снаряды, да. Но, смотрите, а у Запада это же как бы не приоритет. Ну, например, для американской промышленности. Они же готовятся к совершенно другой войне. И поэтому для США, например, не является приоритетом производства этих снарядов. Зачем им эти снаряды? Против кого воевать? Они по суше могут. С Мексикой, что ли, или с Канадой? Они готовятся к совершенно другой войне. И это, в принципе, не приоритетно. Но это приоритет для нас, потому что это сухопутная война. И так далее, и так далее. Вот так вот дальше по списку. Это четкое планирование всей страны, а не только мобилизации. И там вдруг могут появиться цифры, связанные с тем, а нужно ли нам такое количество людей призывать, да. Может у нас... И сможем ли мы их обеспечить? Потому что, вот, например, вчера, Тарас, когда журналисты задавали вопрос министру обороны господину Умерову, вопрос о деньгах, о мобилизации, о 500 тысяч и миллионами людей, он не ответил. Его так тихонечко отвели в сторону. Я вам сказал, я за министра обороны, ну, я не компетентен за него говорить, но это работа всех органов власти. В первую очередь ключевым является банковская система, которая просто оборзела, у меня других слов нет. Банкиры живут, как будто в стране ничего не происходит. У них куча денег на счетах, они просто не хотят финансировать оборонку. И непосредственно реальный сектор экономики. Если банкиры себя так ведут, то я считаю, что нужно возбуждать уголовные дела за противодействие армии. В директивном порядке государственные банки, у нас 60% банковской системы сконцентрировано в руках государства, должны финансировать те направления, которые есть, да, которые им обязаны они делать. Вот туда и финансировать, а не то, что я вижу Ашадьбанк государственный, оказывается, деньги на кредитование, на разминирование территории у них есть, а чтобы финансировать оборонку, чтобы причину уничтожить, у них, оказывается, нет. Я считаю, что это военное преступление против украинского народа. И вопрос к Национальному банку, к Министерству финансов, куда, где они изыскивают ресурсы. Потому что они, знаете, как-то хорошо устроились. Они сидят, ждут помощи от Запада, которой может и не быть финансовой, и которая не идет на финансирование непосредственно на производство вооружений. Нам же не дают эти деньги под это. А у них все хорошо. Я вот читаю новость, Тарас, извините, что прибью, про банки, данные Национально-банковой Украины. Украинские банки с января по ноябрь получили 130 миллиардов гривен прибыли, что в 6,7 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. А как это пояснить для людей, которые, я не понимаю ничего в банковской сфере? Ну, я вам скажу, да, я как человек с экономическим образованием рассказываю, что произошло. Национальный банк, как только началась война, сразу звинтил учетную ставку по 25%, а потом начал фактически продавать ОВДП и депозитные сертификаты по этим ставкам. То есть сейчас банки жируют, а им невыгодно сейчас вообще кредитовать. Они не хотят кредитовать реальный сектор экономики. А зачем? Мы тут поспекулируем на банках, на ОВДП. То есть государственный бюджет мы с вами платим банкирам. Кучка банкиров зарабатывает огромные надприбутки. Экономика не получает соответствующего ресурса для развития. У банкиров все хорошо. Причем в том числе частные банки, такие как Райфазинбанк, ОТП-банк, которые вообще работают на территории агрессора. Ну, они работают в России. Я не понял, почему мы их кормим? Почему они до сих пор работают в нашей стране? То есть это не прибыль, это фактически мародерство. У меня других слов нет за счет крови наших людей, которые сейчас воюют на фронте. Я когда поднимаю эти вопросы, мне часто приходят банкиры и начинают рассказывать сказки о том, что у них риски, оказывается, есть. Они не могут кредитовать. У меня вопрос, какие риски у банкиров? Какие риски? Риски это у воинов на фронте, они там на смерть идут. Риски это у промышленников, которые строят предприятия, куда ракеты могут прилететь. У вас никаких рисков нет. Вы просто мародеры. У вас риск в том, что вы не нажретесь вечером виски, там сколько, по 20 лет, да? Или Мерседес не купите. Нахер нам такие банкиры нужны вообще? Вот так четко и ясно мы должны ставить все эти вопросы. Поэтому тут в комплексе нужно смотреть и на мобилизацию экономики, и мобилизацию тыла в том числе, да? И если банкиры не хотят этим заниматься, значит сажать банкиров. У меня других слов нет. Зачем они нужны? Например, на банке он сказал, может имитировать конкретные деньги в конкретное производство. Кабмин должен определить, куда нужно направлять средства и туда направлять конкретно средства. Есть, например, программа 5.7.9. Хорошо, можно через банки это делать. Она работает, работает. Вот туда расширять производство, но не финансировать аграрный сектор, который сам по себе может себя прокормить, не финансировать розничную промышленность, не финансировать ипотеку и так далее. Вы что, оборзели реально? Какая ипотека? Какие дома? Туда направлять в перерабатывающую промышленность, направлять деньги в производство конкретных вещей. Тогда мы получим картинку того, как вот, возвращаясь к вопросу, а сколько людей нам нужно в армии? И тогда мы можем прийти к вопросу, что может и не надо такое количество людей, потому что у нас будет роботизация. Мы, например, понимаем, что при производстве ракет нашего производства и дронов, мы понимаем, что можем уничтожить болезненные точки России, а у них есть болезненные точки в их экономике. Я считаю, что это нефтеперерабатывающие предприятия. Уничтожение нефтеперерабатывающих предприятий в глубину на тысячу километров создаст огромные проблемы для экономики России. Знаете почему? Почему? Потому что Китай не сможет обеспечить им оборудование, которое там установлено. Оно все западное. Они из-за санкций не смогут этого сделать. Нет топлива, война начинает затухать. У них в середине страны начинаются проблемы. Вторая очень болезненная точка для россиян – это порты Новороссийска. Порты Новороссийска – это 30-40% внешнего товара оборота России. Их уничтожение приведет к большим проблемам в российской экономике. Дальше. Мы должны исходить из того, что надо инвестировать деньги в научные разработки. Может быть, смотрите, если, например, у нас дроны будут, которые руководятся не операторами дронов, а, например, искусственным интеллектом, автономные системы, да, которые вот ты взлетел, он сам нашел этого российского солдата, убил его за 50 километров от фронта. Мы сразу понимаем, что мы понимаем, а нам меньше нужно операторов дронов. Видите, как это… То есть меньше людского ресурса. Конечно. Вот мы, мы должны масштабно выходить. Все. Должны быть конкретные приоритеты и туда направлять ресурс. А деньги можно найти. Я вам скажу, вот, для примера, вот была война и на истощение в Израиле в 67-70 году. Знаете, какая учетная ставка там была Центрального банка? 6%. У них экономика выросла на 40% за этот период. Это при том, что у Израиля полностью, полностью, он окружен врагами, а у нас есть тыл в виде ЕС, да. Израиль – это по размеру приблизительно Львовская область, да, то есть под обстрелом все что угодно, может быть. Они все работали, впахивали на оборонку. Вот к чему мы должны прийти. Тут ключевая речь. Где брать ресурсы? Я вам сказал, Национальный банк. Должен имитировать деньги. Когда нас там приходят, рассказывают, да вот вы что, мы боремся с инфляцией. У меня вопрос, какой инфляцией вы боретесь? Вы что, оборзели что ли? Знаете, в 22-м году какая была инфляция? По-моему, под 20%. А знаете, сколько Национальный банк напечатал денег? Просто вкинул экономику. 400 миллиардов. И при падении экономики на 30 миллиардов у нас инфляция всего была 20? Это не про что. 400 миллиардов эмиссий, которые может сделать Национальный банк, экономика проглотит. Будет рост экономики, будут рабочие места, будет все, что с этим связано. И что? И у нас будет оружие. Ну, поднимется инфляция на 20%. У меня вопрос, стоит ли бороться против инфляции, чтобы были люди живы? Это очевидный вопрос, да. Да. А вы знаете, что в Израиле была инфляция в разные периоды и по 1000%. Ну, ничего, пережили. Пережили. Страна жива, люди целы, территория есть. Но у нас не будет 1000%. Эти банкиры, эти эксперты, которые сидят на зарплате у инвестбанкиров, естественно, начинают там пугать купонами и все остальное. Ну и что, что купоны? Люди будут живы. Это раз. Второе. Ну, не будет у нас такой инфляции, потому что у нас огромный уровень безработицы. Я не хочу сейчас сдаваться большие экономические дебры, я вопрос просто обращу. Когда в стране огромный уровень безработицы, когда мы инвестируем непосредственно в производство, в промышленность, она сама начинает расти и трудоустраивать этих людей. Она начинает производить продукцию, которая и соответствует тот уровню денежной массы. И инфляции не будет фактически. Она не вырастет. Даже если будет 50% инфляции, да пофиг ца 50% инфляции, нам нужны оружие и нам нужен рост экономики. При этом дальше мы должны ограничить импорт тех товаров, которые не нужны нам. Я вот пример алкоголя приводил. Ну зачем нам возить, например, элитный алкоголь? Что украинцы не переживут без французского вина или виски? Украинцы-то переживут, но верхушка власти и те, которые наживаются, может не верхушка власти, но те, кто наживаются, наверное, нет. А нам пофиг их мнение. Пусть штучными партиями завозят, а не массово. Дайте эти лучшие деньги украинским производителям, того же вина, извините, этого. Они заполняют все, что возможно, и снова это деньги, это наши деньги. А зачем? А у нас элитные автомобили импортируются в страну. Они тоже верхушки. А нам не нужны и украинцам для того, чтобы жировали и вывозили валюту за границу. То есть все должно быть производиться максимально все, что возможно в нашей стране. И тогда и рост экономики будет, и оружие будет, и тогда мы будем выдерживать эту войну. И тут вопрос, опять же, в кабинете министров, который должен регулировать эти вопросы. Шмыгаль до сих пор не разобрался у нас с... Мы сейчас на эту поднимаем тему, я еще раз поднимаю эту тему. Вот эта идиотская ситуация, когда прибыли производителей оружия считаются убытками для государства. Ну, Шмыгаль до сих пор не разобрался с этим вопросом. Уже министерство Ворона вместе с производителями уже решило все эти вопросы. Она уже там проект постановы этот сделала, который должен быть принят. Министерство экономики для этого писало, до сих пор не решен этот вопрос. Этот немедленно должен решаться, этот вопрос. Тогда мы и получим результат, связанный с механизацией армии, технологизацией и так далее. В чем еще слабое место России? Они пока болтаются о старых технологиях. Они пытаются апгрейдить те технологии, которые у них были, советские технологии и так далее. Украина есть плюс в этом отношении. У нас есть западные партнеры, которых можно заинтересовать в сотрудничестве. Например, в производстве тех же, в совместном производстве тех же систем, автономных систем, которые сами летают, сами убивают, сами пользуют и так далее. Я уверен, что на Западе ведутся такие разработки, но негде испытывать. Вот у нас оно должно быть, и мы должны туда идти. И это нам по силам. У нас есть и техническая база, у нас и кадровая база, у нас есть куча профильных технических вузов. КПИ, Национальный университет, ХАИ, Днепропетровске. У нас чуть ли не в каждом городе есть политех. Туда направляете ресурс, финансируете государственные разработки, и тогда мы получим результат. И снова возвращаясь к вашему вопросу, который вы начали по закону мобилизации, а нужно ли нам такое будет количество людей, если у нас будет механизированная армия. Вот к чему мы должны смотреть. Потому что мы должны понимать, что россиян снова, если мы будем гнаться количество на количество, но это у нас не получится. Это несоизмеримо, конечно. Да, мы можем, 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 не, вот условно, можем ли мы сейчас вот выставить 1 миллион солдат? Ну, скорее всего, у нас с этим не получится. А можем ли мы произвести миллион дронов, 2 миллиона дронов, 3 миллиона дронов? А это мы можем сделать. Это мы можем сделать. Я вот недавно читал статью Форбсе, по-моему. Там один предприниматель создал там производство без какого-то поддержки, все это, 10 тысяч дронов на месяц. То есть 1, 2 предпринимателей, 10, 20 таких предпринимателей, это уже 20 миллионов, это уже 2 миллиона дронов в год. А если их 100 будет? То есть смотрите, то есть как бы тут должно быть приоритеты. Например, нам нужно, чтобы весь цикл фактически максимально производить, запчасти производились, дронов и так далее у нас. Это определяется приоритет, и туда вливаются деньги, и мы получаем результат. И тогда у нас совершенно другая картина появляется. То есть тотальная война предусматривает тотальную мобилизацию тыла. Вот к чему мы должны приходить. Или вопрос, смотрите, у нас там стоит вопрос, призывать, не призывать женщин, предположим. Да? Мы сказали, что они будут. Не-не, ну теоретически, я теоретически, да. Ну смотрите, ну женщины, наверное, более эффективны были бы на производстве, например, тех же дронов. Пенсионеры, вот я знаю некоторых производителей дронов, просто приходят пенсионеры, которые помогают клепать дроны и так далее. То есть мы должны к управлению трудовыми ресурсами подходить правильно. Но все-таки направление должно быть стратегическое, что наша армия, это должна быть армия роботов. Ну условно говоря, чтобы на, ну опять же математика, если россияне, ну по нашим оценкам, 400 тысяч на нашей территории российской армии, значит на каждого этого солдата должно быть по минимуму 2-3 дрона, один из которых точно прилетит. А дальше мы снова приходим к математике, тогда сколько дронов нам нужно? Ну предположим, 1 миллион 200. Потери дронов там исчисляем, опять же есть статистика, и тогда понимаем, что нам нужно 2-3 миллиона дронов. То есть тогда у нас получается совершенно другая картина, в том числе и военным легче планировать, они же профессионалы, они же живут планами. Что если уничтожается вся пехота противника, а потом идет армия, ну уже как бы фактически по выжженной территории, то и тогда и армия физических людей нам нужно меньше. То есть мы должны вот так вот, вот это глобально уже подходить, а не только вот давайте, вот нам нужно такое вот количество людей. Военные, военные, смотрите, это люди, которые исходят из ресурсов, которые им предоставляет государство экономика. Они говорят, ребята, если у нас не хватает такого, нам нужно такое. Вы хотите такую задачу, мы сделаем такую вот. Вот что должно быть. Мобилизация всей страны должна быть. Знаете, на словах, Тарас, очень просто. Наверное, в действии это намного сложнее, если это до сих пор не введено в процесс, и до сих пор это не работает. Это, смотрите, это вопрос, опять же, в первую очередь, к этому, к кабинету министров, принять постановление и так далее. Дальше, к Национальному банку. Если Национальный банк что-то там начинает вякать, сажать все правление Национального банка за противодействие армии и за госизмену. С пожизненными сроками. Потом приходит новый, приходит глава Национального банка привести в камеру к предыдущему и рассказать. Ты видишь, ты понял, тварь, как ты должен работать. Не будешь работать так, будет по-другому. Вот так должно быть уже идти. Все, игрушки закончатся. Механизмы, о которых я говорю, применяют россияне. Ничего там сложного нет. Должно быть четкое решение. Дать по рукам банкирам, потому что кучка банкиров сейчас зарабатывает огромные деньги. Такие банкиры в стране не нужны. И такие банки не нужны. Согласна с вами. Я в который раз после каждой нашей программы говорю, что надеюсь, Тарас, что нас услышат. Нас услышат в руководстве, услышат те люди, которые наживаются на крови наших солдат, которые отвоевывают каждый квадратный метр нашей земли. Друзья, Тарас Загородний, экономист, политолог, политтехнолог. Спасибо вам большое. Это Политбюро. Ставьте лайки, друзья. Пишите свои комментарии. Пишите вопросы. Мы все изучаем. И впоследствии обсуждаем эти же темы с нашими гостями. Я Дина Бернацкая. Берегите себя. И до встречи.